господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 358 события дня эпиграф евангелия тяна 544 как вы можете веровать когда друг от друга принимаете славу а славы которые от единого бога не ищете они верующих не говорится он принимает славу мира сего старается быть это первым чтобы его куда-то избрали но тут все понятно живет одной жизнью здесь все это временное но когда для верующих и вот это друг от друга славу принимаете как славу похвала сказать или от единого бога не ищет боже всегда должно быть выше на первом месте бог одобряет или нет ну ты молодец ты знаешь что тебя-то это толкнули а ты ему как дал молодец в общем-то за себя постоял там вчера считаю мужчина один собирается на работу там копается где-то а подруга а дочка его сидит и на этаж там выше ее подруга живет и папой на работу идет а ты-то не приходи сюда посидеть и слышит и ну знает она всегда приходит и никаких но проходит тот примерное время столько ну там минута полторы сколько то и надо спуститься звонок она немало не не сомневаясь сразу его дверь открывает вот я внизу когда прихожу к татьяне помыться сегодня туда своди помыться у татьяну удобнее всего так кто я отвечаю пришел она мой голос слышит я поднимаюсь к ней она уже дверь открыта уже все а за то время пока я поднимаюсь этажи то тому бы другой кто-то зашел я зайду а там уже закрыта он с ней но тут никого нету закрыто и никогда ничего не было мне придется отменить это дело пока я не дойду к двери она открывает это мужчина мужчина и сразу ее захватил и девку попер она закричала папа мужчина тот выскочил сильный мужчина это выбросил он его и мужчине к хозяину как дал по лицу но мужчина этот тоже в своей квартире вломился и нетрезвый он его как пнул и он полетел по лестничной площадке то ну и там ударился видно ну и все тихо проходит какое-то время кто-то посмотрел он мертвый тот лежит мертвый но приехала скорая помощь подумали что просто так осмотрели вскрыли он ударил ему там печень разорвалась удар силы примеры говорится скорости чуть ли не там 60 километров машина ударила бы он видимо тренированный такой ты ну и понятно в этом состоянии он заступается за свою семью его дочь спрашивать нечего то но еще шесть с половиной лет дали мужику превысил превышен норму начали писать адвокат везде и сейчас пишут он полгода отсидел и выпустили выпустили со самооборона никогда этого не было в америке я сразу пристрелил тоже дверя бы я вот в америке был я считал это перед писал там один смоленинов замминистра по внешней торговли в америке деловая америка книга называлась я на расхват была но песков ездил об этом писал и от если требует документ документ вот я должен быть два пальца только видно туда внутрь документ не должен лежать полицейский горит разумно рассудил только грики полез этот он мгновенно выхватил пистолет и на него руку вытащи потому что вместо документа может пистолет выхватить и стрелять разумно горит рассудил и мы едем ночью теперь он митрополит орлов а тогда орлов никита пиоктистович ночь и он маленько не знает где свернуть там кому-то докупили меду пенсионеры были и он так на руль положил карту то смотрит ну и руль то подруливает и подсвечивает ночь идет то но и переехал эта линия которая разделителя это ее пережать нельзя она сплошняком идет там почему нельзя там с поселения видимо да там лошади паслись но прошло прям минута прошла наверно две сигнал полиция нигде полиции нет еще только нарушил мгновенно то ли они где-то в кустах сидят или ничего нету остановиться он мне сразу говорит руки в карман несу и я только я уже слышали я знаю он вышел начинает говорить английском преподаватель английского языка орлов там умница патриот русский митрополит антоний сейчас он они начали говорить где говорит тут туда чукини тропинка ведет он после объяснил мне и они поехали впереди довезли его довели до собой докуда и сразу смылись и ни штрафа ничего нету никакого нету их задача помочь они задавить как у нас не взятки взять я сам видел неоднократно я к чему говорю славу друг от друга понимаешь сколько за этим открывается от единого бога не ищете от единого бога значит так сказал бог ну ты скажи как все говорят нет как бог скажет вот если бы сегодня так рассудили начиная от патриарха температура уже была бы другая везде покрывает все ложь ну ты скажи как все ну зачем ну скажи как все а я не так сказал и что уже говорится шлия под хвост уже не понравилось он сразу начинает так это вы кому говорить это же священник но если он не прав почему не сказать он не прав писание так говорит да ладно епископ тут был епископ и говорит игнатий прав он сказал по писанию и то другое эти священники заергозили сразу так это же протоиерей там заслужены это за четвертое вчера было видение во храм девы марии мы были все причастники причащались я никита володя екатерина вот 4 декабря мы но можем ли мы не принимать славу от мира забыл вот два еще вместо подтверждающие это невозможно без божьей помощи иеремия 13 23 и считайте может ли феоплянин переменить кожу свою барс пятна свои сравнение какое так и вы можете ли делать доброе привыкнуть делать злое привыкнуть делать злое а там тоже слава мира это злое как в этом плывут его не похвалили он скис сразу что-то сказал не так мощь раз позавчера смотрели александр македонский талантливый полководец и завоевал завоевал и конца крайне уже персию завоевал на этом не останавливался дальше идти дальше еще раз смотрели петра первого российский император точно так же думал завоевать персию кому его выгодно была смерть 52 года 53 года там он умер уже все отравленный считают кто-то первый болел и болел что аденома пристательная железа развратник он развратившим безумные никакой меры не знал я так и думал он болел никто не знает я всегда думал болезнь должна быть или сипилис или что-то такое венерическое а теперь начинает но все теперь уже определенно показывает место болезнь болезни какое вчера уже и расследование идут но смотрят его медицинскую карту сегодняшние медики профессора и определяет а чего у него такое было с мощи и спусканием вот тебе император помазание божие вот дальше галина загуляева вчера мне пишет ты и узнаешь добрый вечер на тихо ночью мы в храм завтра не приедем докажем воскресенье она всегда тут и я себя неважно чувствую сказать не могу что со мной извините благодарю бога за посланные недуги прекрасно вот надо научиться вот это говорит не только в записке говорить дай 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 а я больная кто-то написал бы и сказать я я благодарю бога вот это она уже все взяла здесь давно уж пора по моим грехам хотя бы заболеть если не пришло еще время умереть представь себе это говорит женщина не старая молодая слова-то такие не молитесь обо мне как заболящую а прошу благодарственных молиться за милость божию ко мне но это уже вообще супер можно сказать что за последний год может быть за последний год и за последние 50 лет это первый раз так просят вообще никогда нету помолитесь у меня там внук заболел помолитесь здесь одно не молитесь обо мне как заболящую а прошу благодарственных молитв за милость божию ко мне отгена это взяла татьяна наша когда записывает болящих я подошел она записала выщеркни меня я не больной я пришел больной я бы лежал да как тогда мы уже все молитву приняты я выздоровел полдня только болел они молятся за молятся молятся ну ладно я я благодарю бога в немощи ночью спать не могу и радуюсь вот какая что в этой бессоннице и бодрость ума помолиться вот наши люди то золото это она не то что она не знает что это опубликовать буду переписки в лично указал ну тайны никакой нету с детьми и саше все в порядке саму же спаси вас христос пожалуйста результат пусть кто-нибудь из священников покажет что ему прихожане пишут такое а что это труды многолетние труды как она первый раз была познакомилась как пришла на занятия к нам пришла накрашенная кажется я на все себе пишет я могу достать даже ее как она обратилась как было даже это очень интересно слову сказать это здорово было бы посмотреть я могу зарядить на форме то она сама писала это открыто это в книгах напечатано апостасия знаете что такое апостасия отступление апостасийное время это везде употребляет кураев другие так никита мне бы стих прочитать тебе трудно там с выражением с выражением считать бы тут дубунова надо но если никак ладно все говорит нам о кончине света где раболепство там христос гоним но фарисеи нового завета приходят церковь чтобы служили им это понимаешь как будто от сегодня все полно особ но беспризорно паства народное безверие неспроста и барство и пустое краснобайство бичует вновь смиренного христа это последние две строчки прямо взятая как бы похоже почти из семена яковлевича нацена и весть худая глушит весь благую любите мир любите то что в нем и освещаются места разгулей воюющих всегда на божий дом измена ослепление или слабость уже ли я а не кошмарный сон а может соль что потеряла славность сама себя выбрасывает вон для церкви в церкви две церкви в церкви ложная церковность а что же верным покидать ковчег ведущие утратили духовность но кормщий бог и прежде и вовек кто разлучит нас от любви христовой беда или меч гонение или смерть коль за христа и умереть готовы то силам ада нас не одолеть и романах роман матюшина вот на пение пожалуйста у него многое но еще такой я говорил но добрый десятка два стихов я нашел хорошего не вот это стихотворение мескины пожалуйста вот если бы я сказала я понимаю как то сразу новое все против церкви против священников но это роман сказал уже ни один рта не раскроет а почему его посчитает он там поэт там музыкант поет его награждает орден там какой-то православный дают там даниила ли кого-то я видел это как он дает автограф он сидит я говорю как-то проезжали мы большой улуй село и и туда меня хотел и гедеон рукоположить тогда в это именно село я думаю дай-ка заеду где бы я был если согласился зашли храм пустой я голову влево повернул церковная касса священник стоит за кассой никого нет один ни одного прихожанина никого нет один но вышел разговорились я ему подарил целую коробку евангелий выше сфотографировали все по-хорошему я говорю состояние то церкви какое патриарх кирилл проехал восток до владивостока все и говорит состояние духовно нет я сказал мы проехали духовная раза да вы что до семинарии до академии таки это не мои слова это патриарх кирилл сказал проехал патриарх кирилл ну наверно так и есть и знаете сказал но тут десятки опровержений да вы что до семинарии у нас монастыри открывается патриарх сказал ничего нету вот это вот человеку угодья богом не одобряется а это уже знал серах и говорит заговорил бедный и говорят кто это заговорил богатые произнесли слова его до облаков но это не не то самое дальше до доктор решет какая-то здесь да нет непонятно доктор разделительную здравствуйте игнатий тихонов попался в интернете ваш канал посмотрел несколько видео подписался многим моим сомнениям по поводу расслабления и потери строгого отношения к чистоте жизни нашей матушки церкви я нашел подтверждение ваших словах и в самом образе жизни вашем и вашей общины и вот скажи до этого только пристали одно и как вот выстраивается как будто я тематически составил конспект какой-то только романа матюшина здесь также очень познавательные диалоги по skype с другими людьми обязательно продолжайте их публиковать в общем в общем а если вообще это одним словом пишет 2 у нашел я отклик в своей душе на вашу деятельность и хотелось бы посильно помочь вам перечислить немного средств и внести хоть небольшую лепту вот приставь его знать не знаю а он уже готов переслать деньги первый раз даже фамилии то никакой нету к сожалению не нашел информации на ваших сайтах даже сожалеет куда можно было перечислить деньги поэтому осмелился спросить у вас лично может быть есть номер яндекс кошелька или что-то подобное или еще раз уж решился написать вам то если это возможно попросил бы ваших молитв о моем друге александре у него онкология желудка и на этой неделе ему предстоит операция благодарю что высушили спаси господи господи помилуй александра дай ему покаяние это молитва иногда меня остановили там все знаете у меня то другое помолиться надо да поможет господь все я помолился а как меня не именно учил молиться я только подумал и молитва почему этого подготовка то уже была молитве если есть такая надобность то не добавляйте меня в контакты skype то есть я спросил зачем вам сказать я его принял просто напишите номер счета с меня будет довольна я вам сразу все свои ресурсы скинул а это немножко раньше сергей агафонов сравнивать себя с никитой предполагаю что он как и я чрезмерно дает себя чужой воле при этом не давая своему мышлению работать из этого получается что мы виснем на шею тому на кого надо бы равняться никита а никита подойди поближе маленькой как ты считаешь он правильно говорит нет нет неправильно говорит ну-ка подойди сюда чтоб тебя видно было он пишет сравнивая себя с никитой то есть похожий предполагаю что он как и я то есть он себя не выставляет чрезмерно дает себя чужой воле при этом не давая своему мужчину работать это когда сообщение пришло это ну а то раньше пришло это года на год назад наверно пришло хочу это показывать уже и меняется все это ну вот так скажи из этого получается что мы висим на шею тому на кого надо бы равняться ну правильно вообще-то говорит по тому времени ну наверно да сейчас это было уже не соответствует немножко нет значит и дальше он это я тоже берем какой-то с 800 тут непонятно о григории ефимовичи услышать распутине было неожиданно радостно юрий громов в 26 лет характер уже не исправишь в армии может из про исправили бы а игнатий тихонов слишком мягкий человек для этого вот это уж что меня мягким назвал это вообще это куда годится со словом старики не согласен и мягкий а как ты считаешь а мягкий нет да очень как как губка прям который разрушил ну ладно подкаблощики а нет 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 но все с богом слава христу слава христу слава христу вот забыл еще прислали интересно на меня скинул тут есть такое владыстав марущак видно любопытный такой человек и он везде скидывает на меня новые материалы митрополит гортунский иеремия это греки когда и где святые отцы называли ересь и раскол от церквями слышишь когда вот деноминация конфессия это одно слово ересь мне бы никиту туда чтобы он прочитал у него лучше получится как могло случиться это он говорит что святой и великий собор на крите назвал и на слава и еретические общины церквями задается вопросом владыка они сказали написали подписали термин и на славные христианские церкви вот он ответ дает на то что уже у них приняло было ну как сказать в конечном варианте что теперь еретики стали церковью и главное говорит то что я всегда говорю тогда какой единой церкви мы говорим символе веры единое что интересно разговариваешь когда с еретиками с любыми ну и говорят там 21 тысяча разных названий там по несколько человек особенно в африке я не со всеми не встречался но кое с кем встречался 53 года общаясь с еретиками я задаю вопрос простой скажите возникновение ваше когда было ну а какое это имеет отношение где двое или трое собрались там и христос во-первых сама фраза ложная не собрались я говорю собраны и потом во имя его а вы то во имя свое собрались нет во имя христа ну тогда назовитесь ну когда но вы церковь церковь ну когда ну примерно то они не говорят я говорю я знаю какой год или назову 1814 образователь 914 914 а сама стоит домой пришли в одних трусиках твоя учительница то ли кто там у надежда васильная и спрашиваю ну и она давай тут ахаха я вижу это уже духа нет она готова летать по комнате то вот она говорит это вот да главное это то аллилуйя вот вы пришли аллилуйя то вы ответить откуда вы откуда она все ниже и ниже ну назовите дату ваше название мы христиане и мы христиане вы регистрируетесь если когда то обязательно вас просят название пятидесятники самый адвентисты седьмого дня баптисты мормоны квакеры ну какое то есть же нет нет у нас нет она не обмануть вот такое то название а почему прячетесь в траве сухой шуршите как змея почему да потому что это не церковь христос создам церковь врата да не одолеет ее и сея с вами во все дни до скончания века он ее когда образовал сионской горнице день пятидесятницы вторая часть языческая пришла где в доме корнилия пришел петр и проповедовал все вот вы так понимаете а скажите в первом веке кто так понимал как вы во втором в третьем четвертом пятом нигде не был назовите по именам никого нету живете в сплошной лжи и вот аллилуйя какая аллилуйя кому аллилуйя это и тоже можешь сказать вот папа подкидывает руку вот так я подказал вот я приветствую что это означает а понимаете сразу меня уже сказать а это вот то такое то такое то хайль хайля халят они этот пилот коварная какая налетела ударила ее однако шонка у меня такая коварная хайля означает да здравствует хайль гитлер да здравствуй гитлер можно было вот так показать моя могу могу сказать хали иисус ничего нет вот аллах акбар восклицает а что такое велик аллах я могу сказать иисус акбар эти буду выступать иисус акбар но сталин вождь был вождь а там фюрер а фюрер переводится только вождь а у итальянцев дучи дучи муссолини но это одно и то же коммуна коммунизм и фашизм это одно и то же слово означает общая связка пучок и вот он говорит митрополит иеремия напомнил что деле де ле га ци де ле га ци не знаю что такое аллахская церкви на соборе нарушила свои обязательства отстаивать единогласно принятую позицию священного синода и предложенную поправку христианские исповедания общины вот как надо было сказать не церкви а вот это говорит можем взять будет вот образные еретики христианские исповедания и общины не динаминации и конфессии самое страшное по мнению митрополита иеремии заключается в том что назвав и на славной общины церковью они придали этому вес представив дело таким образом словно это позиция имеет историческое обоснование православная церковь признает историческое наименование других инославных христианских церквей и конфессий существует наименование ну только больше ничего не можем назвать как они говорят а то есть они сказали этот церквей что значит историческое наименование когда и где святые отцы называли ереси и расколы церквями нигде и никогда то есть это выражение которое оспаривают признает историческое наименование других инославных христианских церквей и конфессий из одного слова сколько почему а правильно самым печальным владыка назвал факт подписания ошибочно с догматической их кризонологической точки зрения предложения предстоятелями по местной церкви и многими членами соборной делегации митрополит еремея поблагодарил митрополита навпактского и эрофея и других архиереев которые отказались подписывать текст от настроения православной церкви с остальным христианским миром он сравнил их позицию с поведением святого марка эфесского единственного отказавшийся подписать унию с папистами на ферраро флорентийском соборе митрополит еремея заявил что он как епископ присоединяется к тем кто отказался подписать ошибочные с догматической точки зрения документ слава иисусу христу проверяет меня старшая сестра нормально ли все пять секунд и мы это узнали когда не включается за это не высчитывает деньги успеваем поприветствовать друг другу мы гортистская и мегалу польская епархия не выговоришь даже поддерживаем их так как не признаем ереси и расколы церквями еще с большой букву не признаем двойные кавычки даже ну да одна кавычка закрывает речь а другая церквями говорит вот так вот что интересно я говорю об этом я не знал что он скажет это и наконец находятся люди которые говорят точно так же мы говорим вот это мочение лбопа то это не крещение давай что-то другое и друг оказывается на афоне на афоне там это уже считается сердце православия они вообще вот это мочение ни за что не признают кто бы ни приехал они сразу на море его погружает и оказывается воина лукавицы несколько не признавал вообще никак только полное погружение так что ты знай куда кому ответить не я не мое мнение ну дальше канон если в одно погружение то будет извержено тут ни одного погружения не было его вообще надо спихнуть и вот один написал сегодня заметь какой его я вот он как умно сказал я все в этом но пишет практически во всех лагерях всего света отравление наркоманы всякие заболевания преступность отравление наркоманы всякие заболевания преступность это я знаю я их называю гоняники разврата а в этом лагере дают им жизненную закалку вот пожалуйста благословен господь это мы события дня пишем сейчас хочу показать наши ресурсы пока тут убрать это лишнее которая заказчика была ну вот это наша мой мир очень удобно писать тут я очень люблю этот ресурс я более когда он был раньше можно было на десять тысяч человек одновременно двенадцать фотографий послать пять тысяч знаков вообще было но безобразие щели видать закрыли вот пришел роман кущему что он пишет благодарю вас игнатий тихонович аминь что сказать да слава богу и что он благодарит у нас довольно большие здесь ресурсы двадцать тысяч пятьсот пять 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 фотографий видео четыре тысячи восемьсот тридцать девять ну есть что показать и кроме того у нас есть во свете библии форум тысяча шестьсот две темы вот он как сразу нажимаете вот новое сообщение будете на первой странице прям под храмом и общий поиск нажать рамочкой заряжай что надо вот я к слову хотел сказать вот здесь сейчас запишу загуляева загуляева вот она говорит сейчас я ткну вот она галина александровна вот она вышла фамилия девича можно вот она пожалуйста вот она пишет однажды самым обычным днем в наш дом пришел незнакомый человек оказалось что он не ошибся адресом а приехал навестить своего друга детства заикина александра так ты хотя может посчитаешь как-то женщина за женщину мужчине не совсем попробуешь у нас получится хороший здесь ролик дальше вот можно сейчас начало громче однажды самым обычным днем наш дом пришел незнакомый человек оказалось что он не ошибся адресом а приехал навестить своего друга детства заикина александра и громче не можешь у меня я приехал ташкент а там был архиепископ орфоломейца и он решил меня рукополагать мы громче я громче еще громче ну я тогда он еще громче я тогда сколько голосу есть это на завопил буквально так паки паки он больше не может это у меня так вот жезлом ну ручка в бок ткнул ну значит такой то и будешь ну я тебя жезл не беру у меня его нету ну-ка давай еще громче считай александр на тот момент был сожителем моей матери понятно она не боится этого сказать незнакомец был высокого роста крепкий молодой человек по внешнему виду ему было больше двадцати но меньше тридцати лет его имя виктор плеханов виде как правильно и это кто первое фото на странице свидетельство изготовлено 28 февраля 2010 года в крестовоздвиженском храме города барнаула вот она какая галина это в нашем храме даже не верится в том втором годе 16 14 лет назад я фотографировал и как вчера это я фотографировал ее дальше беседы с виктором я старалась не вступать поскольку чувствовал к нему неприязнь неприязнь у него вид такой здоровый крепкий но какой-то сумрачный такой дальше это необоснованная неприязнь и виктор в этом не был виноват никакого повода к этому не давал понятно вот понимаете неприязнь никто бы не знал этого то она пишет какая она искренняя но повода он никакого не давал а я к нему уже неприязнь имею дальше это неприязнь я чувствовала практически ко всем людям которые приходили в наш дом дальше это были алкоголики бывшие зэки матерешиники и тому подобные люди которые приходили чтобы купить алкогольный напиток изготавливаемый в этом доме вот как она это раза человек это в книгах напечатано у меня это есть в каком томе все это написано дальше шалман да и только то есть беспорядок но после нескольких приездов виктора мое мнение о нем изменилось он не был одним из тех людей а здесь закуляева галя на снежной горке в ограде где мы молимся вот в этой ребятишке она стоит это высоко тут нынче тоже должны сделать дальше как-то раз я сидела на крыльце мне было ужасно скучно виктор спросил меня почему я грущу я ответила что мне скучно он привел в пример монахов которые сидят своих кельях и практически постоянно одни я удивилась только не там еще не умерли со скуки виктор сказал с богом не скучно не обычно было услышать от молодого человека подобную речь на эти темы мы с виктором больше не говорили хотя он еще и не один раз приезжал позже я узнала что виктор оставил магнитофонную запись каких-то лекций игнатия тиковича лапкина из любопытства прослушала запись занятия потолкование евангелия но где они проводятся или ну где не проводятся или проводились кто ходит на прослушивание лекций можно ли мне сходить посмотреть послушать не помню откуда но скорее всего виктор оставил номер телефона 24 38 46 это вот этот телефон который на столе стоит номер его 24 38 46 я позвонила и поинтересовалась проводятся ли такие лекции и где мне ответил женский голос как мне тогда показалось необычный чем-то необычный чем-то отличающийся от общей массы голосов которые мне приходилось слышать даже даже тон другой без притворства удивительно спокойный равновешенный и уверенный когда наш небольшой диалог был закончен женщина сказала с богом я положила телефонную трубку долго сидела недвижимая в каком-то иступление надо же так сказать с богом надо же так сказать с богом считая с выражением надо же так сказать с богом кому сказать мне да кто я такая что женщина мне не зная как будто даже любит меня так ласково сказала с богом это марина была секретаря ла секретарь она дежурила на телефоне да вот да я не заслуживаю такого прощания как мне кажется по голосу это была марина добынова я твердо решила посетить это общество людей октябрь 1999 года но есть практически уже семнадцатый год политехнический институт данный институт сейчас это университет технический корпус в напротив переговорного пункта в холле увидела объявление с изображением иисуса христа прочитала и с облегчением поняла что не ошиблась я шла уверенная в себе но когда я зашла в аудиторию то поняла что мой внешний вид очень отличается от вида людей которые тоже пришли послушать что-то имеет значение одежда мне стало неловко тоже работа началась вроде вроде что такого что я в брюках и волосы распущены в таком виде меня можно было очень часто увидеть откуда какое-то беспокойство о совесть стыд что ли за мой внешний вид и потом сама себя наследие длинные накрашенные ногти я спрятала под парту но некуда спрятать все остальное накрашенные ресницы губы разве только сама залезть под парту есть нетерпением ждала конца занятий чтобы скорее убежать и следующий раз прийти по-другому одетый занятие ввел чернявый молодой человек среденькой неподравненной бородкой я подумала такой молодой и столько знает игорь третяков открывал библию и читал места многое цитировал наизусть отвечал на вопросы которые подавали в записках хотя их было и немного после молитвы в конце занятий я скорым шагом вышла из аудитории чтобы меня никто не остановил но убежать я не успела девушка маленького роста практически бегом догнала меня и как мне тогда показалось пыталась убедить меня не делать поспешных выводов и прийти еще на занятия подсказала как нужно одеться сказала что игнатий тихоныч болеет но по выздоровлению вести занятия будет он а не игорь савинцева надя студентка медицинского университета это она меня догнала в это время у меня операция была я так то не болею но настройки надорвался у меня операция серьезная была операция и вот она все это описывает я стала ходить на занятия по изучении библии записывать толкование что говорил игнатий тихоныч места из писания нужно было выписывать дома иногда оставленного свободного места для выписывания не хватало я вклеивала вырезанные листочки и дописывал игнатий тихоныч на первом месте ставил авторитет библии все свободное время и стала посвящать чтение писания матфея 16 глава 26 стих такая польза человеку если он приобретет весь мир а душе своей повредит или какой выкоп даст человек за душу свою именно это место коснулась моей души я поняла что чтобы чтобы я не делала каких бы целей жизни перед собой не ставила чего бы не достигала все тщетно если со мной не будет христа некоторые становятся учеными другие медиками рабочими богаты они или бедные жильем или бомжи больные или здоровья здоровые все мы в конечном итоге умрем и там за чертой смерти не будет этих разделений только истина христос вечные евангелие которые и будет судить нас и я и она 12 глава 48 стих отвергающий меня и не принимающий слов моих имеют судью себе слово которое я говорил она будет сидеть его в последний день у нас был здесь священник михаил капранов очень грамотный сидел не сидел не за веру так было у него наши люди стали ходить на занятия что-то спрашивает начать а он тогда вы то поднимите руку ответьте ответил вот что значит школа игнатия на любой вопрос отвечают для нас было это конечно приятно слышать но то на об этом подроски видишь какие рассуждения почему занятия после осознания истины и уверования в иисуса христа моя жизнь кардинально изменилась мои друзья отошли сами от меня потому что им не интересно было читать со мной библию я этому даже обрадовалась не нужно было тратить время на бестолковую болтовню а можно было посвятить ее его чтение библии не могу сказать что не было соблазнов мира однажды было очень тяжело хотелось пойти на новогоднюю дискотеку но я поняла что если я пойду то потеряю все я потеряю веру во христа и вернусь к своей мерзкой жизни как возвращается пёс на свою блевотину 2 петра 2 глава 21 и 22 стихи лучше бы им не познать пути правды нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди но с ними случается поверно пословице пёс возвращается на животину и вымытая свинья идет валяться в грязи а совесть говорила ведь ты же знаешь что это грех только господь мне помог выкарабкаться из помойки мира помойка мира абсолютно точно название но истинно христианской жизни господь сподобил пожить в детском трудовом лагере это не просто прийти воскресенье на богослужение и на неделе дома читать писание надо во всем искать что богу угодно а смирение до этого я только читала как тяжело порой было наклонить голову ну как как раз об этом будем говорить вчерашний день вот попутно я делаю вставку накануне мы сделали программу вы меня сбили и вчера было бы сделано больше раза три если вы вовремя встали как договорились вовремя пошла вовремя все и в голове бы уже смуты не было понятно четкая программа вот мы ее составили я не имею права и менять ее почему потому что мы молились перед богом а раз мы молились вначале в конце беседы то все уже кончилось 4 40 непременно вставать 4 40 батюшки на полчаса минимум надо было раньше прийти все здесь уже пошел по другому руслу почему где-то была спала там тебя заблокировали идем дальше начитаясь бывало духовной литературы и думаю ну все господи я готова меня можно испытывать и я все выдержу а когда уходя до дела то куда девается мое смирение начинаю гневаться обижаться и опять читать духовную литературу и понимала что нужно зайти сперва на первую ступеньку отвергнуться себя а потом уже брать крест исследовать лишь какое рассуждение это я говорю об этом по ступенькам это я нигде не брал моя наработка себя теперь что такое я разобрать еще ты состоишь и выкинуть это все что ты любишь больше всего там утром вставать неохота расслабиться отдохнуть по-своему отложить вот еще он надо себя исследуйте самих себя написано дальше матфея 16 глава 24 стих тогда иисус очень сказал ученикам своим если кто хочет идти за мной отвергни себя и возьми крест свой исследуй за мною в некоторых случаях жизни даже сейчас трудно бывает отвергнуться себя прости меня господи так я услышала об истине и уверовала спасителя моей бессмертной души иисуса христа в крестовоздвиженской общине через благословенные уста проповедника моего духовного отца игнатия тихоновича лапкина 2001 году приняла истинное крещение 99 пришла и только 2001 была допущена этого нигде нету во всей стране чтобы у нас сроки такие почему по канонам от 3 до 5 лет было таинство было совершено руками батюшки и акима лапкина доброго и одновременно строгого священника и наставника слава богу что не перевелись еще на руси люди с такой глубокой верой и страхом божиим что я искала в общине и чего нашла не нашла не нашла прежде всего я искала не община людей не людей а христа мотфея 6 глава 33 стих ищите же прежде царствие божие и правда его но без проповедующего я бы ничего не услышала римлянам 10 глава 17 стих и так вера от слышания а слышание от слова божия понятно что все время знает писать писание девчонка на еще ну а христе и услышала в общении большое значение для меня имеет духовное общение с братьями и сестрами единодушные молитвы о нуждах общины одной из важных факторов обличение моих грехов и наставления на путь исправления то есть у нас нет сисюканья ласкательства как у сектантов у нас нет у нас строгой ну ты уже кажется натолкнулась увидела что то не так а ты потом поймешь это именно то вот тебе я не думал что она будет галитая теперь получилось само я это не думал считать вот не думал прямо сейчас при тебе только открылось это ради этой фразы может быть все и было а так варилась бы сама себе и думала бы что я идеал мое мнение об объединении с московской патриархией так хочется остаться в лоне зарубежной церкви и не оскореняться прошлом и настоящим московской патриархии возникают вопросы за что тогда умирали в гулагах священники которые не согласились с декларации митрополита сергия строгородского напрасно была их смерть для чего возникла зарубежная церковь если мы сейчас добровольно не в окол не в окол не в плену готовы объединиться с организацией которая изначально была основана сталином и берией загуляева галина можно тридцать один тринадцать сорок семь ее телефон и дальше это все написала дома а потом она брать пришлось и муж у нее программист дальше исход 3 это я добавил вот эти после того как она уже расписалась и к ней я добавил вот эти места писания читать 3 глава 7 стих и сказал господь я увидел страдание народа моего в египте и услышал вопли его от приставников его я знаю скорби его увидел страдание страдание приближает к богу где страдание там истина как правило псалом 9 глава 14 стих помилуй меня господи возри на страдание моё от ненавидящих меня ты который возносишь меня от врат смерти псалом 26 10 стих ибо отец мой и мать моя оставили меня но господь примет меня посмотри какая красота вот там дальше кто стоит не надежно сильно а нет нет я не плохо вижу вот она стоит это у не уже ребятишки в общине нашла мужа тут познакомились саша очень хороший такой детишки у нее вообще хорошие такие в лагере были это она держит его на руках вот дальше это она ездила с нами с ребятишками какое-то село и дети после нашего выступления вот я сижу вот игорь добунов и дети выходили и туда же наверно кого-то можно узнать дети и дальше что это игорь добунов пришел они на нем тут это ливия это леонида агния не было еще наверное а это тараси это игорь сильный конь можно садиться прикрепление вот и все видишь как вот только поговорили об этом и сразу раз и все вышло мы еще у нас что это наш видео канал видео канал православной во свете библии сколько роликов не знаю под новый год только узнаю например 1850 может быть если кто-то уже skype просится вот вчера я не закончил смотреть фильм я люблю исторические фильмы и какая историческая а это не то совсем по сути вернулись вот смотрел я что история робинзона круза кто первообразом был откуда пришло ну и очень большой ресурс у нас это во свете библии православный библейский сайт и самое 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 ценное это вопросы ответы вот 4124 разобитое на 55 папок тематическими и в этом все и вчерашний день чем он для нас был знаменателен я уже говорил самое главное что было что мы были причастниками тела и крови христовой день занятия бар прошли собрание прошло потом пошли на раздачу евангелие на благовестие и и уже все просмотрели я при этом снимали у нас и ты попала в этот ролик уже вот что сказать день какой был наполненный с утра вчера пораньше у нас тут споткнулась маленько пошла попозже стали попозже я пришел там вам первый урок преподал и слышу что не понравилось тебе но придет время когда ты поймешь по-другому нельзя наш план вмещал себя все вчера могло быть сделано все я уже наметила работе и о квартире и но обо всем обо всем а это сразу все как бы отодвинулась на другой план и там неизвестно тут был батюшка мы в самой силе только причастились все содействовало но видишь как поэтому я сказала слушайся что я говорю если мои слова не сходятся с библии горит не верьте мне кириллу русалимский но наверное все хороший ролик будет